Почтение и благословение И во время голода пропитает их Конечно, здесь мы видим очень много хорошего В предыдущем стихе написано «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» То есть Господь присматривает за теми, кто уважает Бога Кто почитает Бога Кто благоговеет пред Ним И далее написано о тех, кто почитает Бога Что Он душу их Спасет от смерти И во время голода пропитает их Во время голода Во время нужды Или во время бедствия Он обещает спасти вас от смерти А теперь откройте 36-й псалом 36-й псалом, 19-й стих Весь этот псалом говорит о благословении праведника Помните, что благословение — это не дом, не машина и не деньги Благословение — это помазание Это сила, которая дает вам способности Это божественная сила Которая наделяет вас способностью достигать успеха во всех сферах жизни Когда благословение сходит на вас Голод бежит от вас В какой бы сфере вы ни находились В ней начинается рост и умножение Что бы то ни было Дух, душа и тело, финансы Когда благословение сходит на что-то Это что-то поднимается на следующий уровень Оно поднимается на следующий уровень Когда вы благословлены Вы не можете оставаться на том же уровне Что и люди, у которых нет этого благословения Хотя вы и подверглись атаке Она будет безуспешна Потому что вы под благословением Нельзя нападать на благословение без последствий Прочь руки от помазанника моего Это сказано о благословении Я сейчас говорю не только о людях Я говорю обо всем, что может выступать Против того, что благословлено Богом Или против ваших действий Направленных на то Чтобы передать ваши благословения В жизнь других людей Так что же в вашей жизни Мешает тому Чтобы вы были благословением для других Я хочу благословлять людей деньгами Но у меня их нет Я хочу помогать в этом отделе церкви Но у меня нет этого, нет того Небеса не обанкротились Прочтем 36-й псалом 19-й стих Начнем с 18-го Господь знает дни непорочных И достояние их пребудет вовек Не будут они постыжены во время лютое И во дни голода Будут сыты Скажите, я буду сыт Я знаю 12 причин По которым вам не следует бояться Экономического спада Но я не могу говорить о них прежде Чем не поговорю с вами о почтении И благоволении Кто-то спросит, почему ты об этом учишь? Пока в стране экономический кризис Я буду говорить об этом постоянно Вы меня понимаете? Я не допущу вашего поражения Вы будете победителями Я сделаю все, чтобы у вас было достаточно Божьего Слова Для того, чтобы не только сохранить свой уровень жизни Но и подняться до того уровня На котором желает видеть вас Бог Я не буду прочитать и лить слезы О Боже, помоги Мы этого делать не будем Мы праведность Божья У нас благоволение Божье В какую бы трясину вы не угодили Бог сможет вытащить вас из нее Он достал вас из трясины однажды И Он сможет сделать это еще раз Вы не останетесь в трясине И не будете трястись от страха Я сделаю все, чтобы этого не было Посмотрите Посмотрите, что здесь написано Вы будете сыты во дни голода В дни голода вы будете сыты Вы будете сыты Скажите, я сыт Мы верующие Нам не обязательно прежде увидеть свою сытость А только тогда провозгласить Мы называем невидимое видимым Аллилуйя, я сыт У меня больше, чем мне нужно Я благословен Божьим помазанием И я буду победителем Несмотря ни на что И все потому Что я благословен Я благословен Я благословен Мы живем верою Ладно Будем читать дальше Откройте пятую главу Евангелия от Иоанна Евангелия от Иоанна, пятая глава Аллилуйя Аллилуйя Евангелия от Иоанна, пятая глава Читайте внимательно Начнем с 30 39 стиха Евангелия от Иоанна, пятая глава, 39 стих Господи, спасибо тебе Я благодарен тебе Я хотел начать с 44 стиха Но Святой Дух сказал Нет, начни с 39 Я хочу кое-что вам показать Я знаю, что хотел показать вам в 44 стихе Но теперь мы вместе посмотрим Что Святой Дух покажет мне с 39 Аминь Аллилуйя Я не буду говорить Нет, Господи, давай не будем делать это сейчас Откройте 39 Исследуйте Писание Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную Жизнь Зоя А они свидетельствуют о мне Но вы не хотите прийти ко мне Чтобы иметь жизнь Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь И далее Не принимаю славы от человеков Но знаю вас Вы не имеете в себе любви к Богу Я пришел во имя Отца Моего И не принимаете Меня А если иной придет во имя Свое Его примите Послушайте, что говорит Иисус Я пришел во имя Отца Моего Но вы не принимаете Меня А если иной придет во имя Свое Вы его принимаете Как вы можете веровать Когда друг от друга принимаете славу А славы, которые от единого Бога, не ищете Почему мы готовы прикладывать большие усилия для того Чтобы заслужить почтение людей Но не стремимся обрести почтение, которое дает лишь один Бог Есть почтение, которое исходит от людей Но есть почтение, которое можно получить только от Бога Вы можете делать все, что нужно делать, чтобы получить почтение от людей Вы можете подхалимничать и говорить лестные слова людям Чтобы расположить их к себе Но есть почтение, которое можно получить только от Бога И вы не получите Божье почтение, не оказав прежде почтения Богу Вы можете почитать людей и получать какое-то почтение от них Но есть почтение от Бога, которое исходит только от Него Друзья мои, я думаю Что в эти последние времена мы как никогда нуждаемся в Божьем почтении Я больше не стремлюсь к людскому почтению Очень многие стремятся к этому Очень многие лишь к этому и стремятся Они стремятся обрести людское почтение Они много сил тратят на то, чтобы услышать в слой адрес поздравления и слова одобрения Они везде трубят о своих делах и успехах Чтобы люди оказали им почтение Но разве это так же важно, как та слава, которую можно получить от Бога? Почтение от Бога лучше Даже если нет признания со стороны людей Я стремлюсь к почести, которая исходит лишь от Бога Я скажу это вначале И молюсь, чтобы вы увидели доказательства моих слов в Писании Я верю, что почтение, которое исходит от Бога Только это и есть настоящее благословение Так Бог прославляет вас на земле И лишь Он может дать вам такие почести Аллилуйя И когда благословения сходят на вас Они обогащают и исцеляют И печали с собой не приносят Эти благословения Меняют вашу жизнь Если вы почитаете Бога Если почитаете Бога Мы ходили вокруг да около этого Люди сейчас слушают эту проповедь и, возможно, говорят «Да, я почитаю Бога» Но знаем ли мы, что значит «почитать Бога»? Знаем ли мы, что значит Когда Он призывает нас чтить Его? Ведь лишь так мы можем обрести почтение, которое исходит от Него Давайте проясним один момент с самого начала Итак Посмотрим, как это лучше сделать Я расскажу вам одну историю, пока вы будете открывать притчи 3 главу В следующей главе Мы только что читали Иоанна 5, 44 В 6 главе Евангелия от Иоанна Не открывайте это В 6 главе мы читаем о том, как Иисус накормил великое множество людей Там был один мальчик, у которого был обед с собой Две рыбки и пять кусочков хлеба Иисус спросил Не пойти ли нам и не купить ли хлеба, чтобы накормить этих людей? Библия говорит, что Иисус испытывал этими словами Филиппа Потому что Иисус уже знал, что будет делать Филипп сказал, что даже за 200 динариев Им не купить хоть немного хлеба для всех А потом он сказал Что среди пришедших есть мальчик У которого есть пять хлебов и две рыбки И прибавил Но что это для такого множества людей? Но потом Иисус сказал Возьмите эту пищу у мальчика И принесите ее мне И вот Иисус взял ее Возблагодарил отца И благословил ее А потом раздал ученикам И Библия говорит, что все ели и насытились И после этого осталось еще столько еды Что они смогли наполнить 12 корзин И отдали их этому мальчику Который почтил Иисуса тем Что отдал ему свой обед Один мальчик почтил Иисуса своей пищей И произошло умножение Что такое почтение? Задумайтесь Верность Нет, это не совсем то, что Библия называет почтением Что такое почтение в библейском смысле этого слова? Мы должны четко это понимать Потому что людские предания Искажают понятие важных слов в этой книге Смотрите Вы открыли притчи 3 главу Притчи 3 глава Давайте взглянем на 9 стих Прочтем 9 стих вместе вслух Готовы? Читаем Чти Господа Чем? Чти Господа чем? Если вы не знаете, что такое почтение То вы, вероятнее всего, не будете знать, как почитать Бога от имения Что такое имение? Это что? Ваша одежда? Домашний утварь? О чем здесь идет речь? В расширенном переводе написано «Почитая Господа своим капиталом Заработанным трудами праведными» То есть все с этим согласны? Мне почему-то кажется, что не все с этим согласны Мне кажется, что некоторые из вас Предпочли бы быть сейчас где-то в другом месте Чти Господа капиталом своим От дохода своего Деньгами своими Здесь говорится о том, что вы можете чтить Господа своими деньгами Ни уроками танцев Ни криками Ни возгласами Аллилуйя Ни размахиванием флагом Или чем-то иным, что мы называем чтить Господа Вот почему сейчас не так просто быть родителями В современном обществе нет такого почтения Которое было в нем когда-то Было время, когда общество Почитало пожилых людей А теперь старикам могут нагрубить Оскорбить их Стариков почитали Было время, когда если говорил пожилой человек, молодые молчали А иначе можно было схлопотать подзатыльник Ты что, с ума сошел? Теперь так не поступают? Было время, когда уважали учителей Было время, когда уважали проповедников Их приглашали домой На куриный суп Было время, когда должность президента была уважаемой должностью Даже если сам президент не нравился Должность была уважаемой Было время, когда люди, занимающие высокие посты Пользовались уважением А теперь мы удивляемся Если встречаем подростка Который разговаривает с нами уважительно Да, сэр, нет, сэр Нет, сэр, спасибо А ведь когда-то все были научены такому обращению Все знали, что нужно говорить Да, сэр, или нет, сэр, спасибо, пожалуйста А теперь? А теперь? Ага Неа Не знаю, как было в вашей семье А меня наказывали за слова Ага и Неа А что ты здесь глаза выкатываешь? Ну-ка, вкати их обратно в голову Я не знал, как можно вкатить глаза обратно в голову А потому Просто смотрел прямо перед собой Не желая получить еще один подзатыльник Уважение стало меньше Например, уважение мужа к жене Или уважение жен к мужьям Больше об этом даже не говорят Больше об этом даже и не говорят Некоторые мужчины просто с этим смирились Сейчас все женщины такие Готовить они тоже не хотят Они так и говорят Говорю тебе сразу, я не готовлю Не передумал жениться на мне? Я не готовлю А что говорит мужчина? А я не работаю Не передумала выходить замуж Я не работаю Ты должна знать обо мне все Я не работаю Никакого почтения Знаете, было даже время Когда к церковному зданию Относились с особым почтением Никто не курил на территории церкви Никто не ругался на территории церкви Далеко не все было позволительно На территории церкви Вам бы сказали Не забывайся, ты в церкви А что теперь? Теперь вас не только могут обругать В стенах церкви Кто-то занимается сексом в здании церкви Кто-то продает наркотики в здании церкви Больше не нужно идти в дьявольский притон Они делают это прямо здесь Они делают это прямо здесь На территории церкви Почтение Так что же мы теперь видим? Мы видим общество без чести А что вы ожидаете от общества В котором нет уважения? Нищета Голод Бедность Незаслуженное проклятие Не исполнится Что значит почитать Бога? Далее мы узнаем Что значит почитать от прибытков Почитать Бога Слушайте Это значит дать Ему власть Вы даете Богу власть Право повелевать Вот что такое власть Право повелевать Вы даете Богу власть Или право повелевать И вы послушны Ему Это почтение Почитать свою мать Почитать свою мать Это нечто большее Чем просто пригласить ее на ужин В среду вечером Почитать свою маму Значит давать своей матери право Давать вам наставления А вы будете прислушиваться к ним Я послушен ей Даже если ей 90 И она не может дать мне подзатыльник Она моя мама Может я с ней не согласен Но я буду ее почитать Я даю ей право наставлять меня И я буду ей послушен Были люди Которые приходили к моей маме Чтобы она поговорила со мной И переубедила меня в чем-то Я очень рад Что она Рассудительная женщина Все 20 с чем-то лет Она отвечала людям Он будет делать то Что ему повелел Господь И я не буду ему мешать Но время от времени Моей маме удается Убедить меня делать то Что никто другой Никогда бы не заставил меня сделать Почему? Потому что я почитаю ее право Указывать мне И я послушен ей Почитайте отцов своих Таким же образом Дайте им право наставлять вас И будьте им послушны Это единственная заповедь О которой Бог сказал Что ее невыполнение Может сократить вашу жизнь Это единственная заповедь Неисполнение которой Может сократить вашу жизнь Если вы будете проявлять неуважение Ваша вечная жизнь Зависит от того Насколько вы почитаете Бога Сколько благословений Сколько Слова Божьего Вы слышите Все это будет зависеть от того Насколько вы дали Богу Право наставлять вас И насколько вы послушны Ему Многим христианам Очень трудно подчиняться Богу В наши времена Люди не хотят Чтобы ими Кто-то командовал Вы не хотите Чтобы кто-то указывал вам Как распоряжаться деньгами Говорите мне что угодно Но не смейте мне указывать Как распоряжаться деньгами Это мои деньги Бог спрашивает Дайте мне право повелевать Вашими финансами Я вижу что написано На лицах некоторых из вас Это неправильно пастор Я знаю что вы сейчас думаете Когда я сам впервые увидел это Я не раз рассказывал вам эту историю Мои дети постоянно говорят мне Пап Ты столько раз уже Рассказывал нам эту историю Я повторяю чтобы вы лучше поняли Я спросил Бога Бог сколько ты хочешь Чтобы я пожертвовал сегодня Десять тысяч долларов Сатана я связываю тебя Во имя Иисуса Бог не сказал бы мне Отдать столько денег Я отдал ему право Повелевать мной Но когда он повелел Я не захотел слушаться И этот процесс продолжается Он говорит А я не слушаюсь Он говорит А я не слушаюсь А потом у меня проблемы И знаете почему? Чем меньше уважения Тем меньше благословений Чем меньше уважения Тем меньше благословений Следуйте Божьим наставлениям Как часто Бог говорил нам что-то сделать Даже что-то трудное Я не говорю о том Что вы и сами хотели сделать Не знаю как это в вашей жизни Но мне бывает трудно Когда с одной стороны На меня напирает дьявол А с другой Что-то трудное просит Бог С одной стороны Строит козни дьявол А с другой Бог говорит Не забывай О безусловной любви А я не хочу любить Безусловной любовью Мне хочется врезать Кому-то хорошенько А он говорит Ты ведь уважаешь меня И ты дал мне право Наставлять тебя Я говорю тебе Что в этой ситуации Ты должен переступить Через свои амбиции И проявить любовь Но это так трудно Это так трудно Но каков результат? Я хочу благословений А это значит Мне придется делать То трудное Что он просит Если это трудно Это не значит Что не нужно этого делать Разве это может быть Оправданием бездействия? Я знаю Что это правильно Но это трудно Разве это может быть Оправданием того Что вы не делаете этого? Конечно В нашей жизни Бывают ситуации И обстоятельства В которых мы бы Хотели поступить Эгоистично Потому что Это принесло бы нам Удовлетворение Обиженные люди обижают Обиженные обижают Обиженный человек Не может принимать Правильные решения Бог говорит Сделай это Да, Бог Я люблю тебя Я поклоняюсь тебя Я почитаю тебя А на небесах говорят Вот в этом он соврал Мы хотим выбраться из беды Но не даем Богу Власть Избавить Нас от беды Мы не даем ему власти Чтобы избавить нас От беды Чтобы исцелить нас Чтобы избавить нас от долгов Мы не даем ему власти И не нужно кричать Где же ты, Боже? Бог уже сказал Своё слово Исполните ли вы Его повеление? Дадите ли вы Ему право Повелевать вами? И будете ли вы Послушны? И он выбирает то Что вероятно Дороже всего для вас Ведь написано Где сокровища человека Там и сердце его Он говорит Мне нужно ваше сердце А потому я касаюсь того Что так близко вашему сердцу Это не что иное Как ваши деньги Бог говорит Если вы будете верны По отношению к нечестивой мамоне Тогда он даст вам Истинные богатства Которые есть его помазание Бог даёт нам возможность Проявить верность Он говорит Вот что вы должны сделать Позвольте мне наставлять вас В отношении ваших денег Сможешь ли ты отдать На 50 долларов больше Чем ты обычно жертвуешь? Да, Господи Спасибо И по мере того Как растёт почтение Растёт и благословение Ты можешь дать мне На 50 долларов больше? Нет, Господи Не могу А разве ты не сказал Что почитаешь меня От своих прибытков? Да, но это было На прошлой неделе А теперь мне пришёл этот счёт Я знаю Что ты должен Оплатить этот счёт Поэтому я и прошу тебя Сейчас Ведь чем больше почтения Тем больше и благословения А мы ждём волшебства Мы ждём Что произойдёт Нечто волшебное Вы покупаете Лотерейные билеты Один за другим Вы ничего не выигрываете И ничего не выиграете О, я верю Господь поможет выиграть Некоторые приходят в церковь Чтобы послушать номера Каких стихов я назову в этот день Например, я говорю 39.18 39.18 Или я говорю Глава 5 Или 44 39.18 5.44 Именно на эти номера Я и поставлю Было время, когда общество Почитало пожилых людей А теперь старикам Могут нагрубить Оскорбить их Стариков почитали Было время, когда Если говорил пожилой человек Молодые молчали А иначе можно было Схлопотать подзатыльник Ты что, с ума сошёл? Теперь так не поступают Было время, когда Уважали учителей Было время, когда Уважали проповедников Их приглашали домой На куриный суп Было время, когда Должность президента Была уважаемой должностью Даже если сам президент Не нравился Должность была уважаемой Было время, когда люди Занимающие высокие посты Пользовались уважением А теперь мы удивляемся Если встречаем подростка Который разговаривает с нами Уважительно Да, сэр Нет, сэр Нет, сэр Спасибо А ведь когда-то Все были научены Такому обращению Все знали, что нужно Говорить да, сэр Или нет, сэр Спасибо, пожалуйста А теперь А теперь А теперь Ага Неа Не знаю, как было В вашей семье А меня наказывали За слова Ага и Неа А что ты здесь Глаза выкатываешь? Ну-ка, вкати их Обратно в голову Я не знал, как можно Вкатить глаза обратно В голову А потому Просто смотрел Прямо перед собой Не желая получить Еще один подзатыльник Уважение стало меньше Например, уважение Мужа к жене Или уважение Жен к мужьям Больше об этом Даже не говорят Больше об этом Даже и не говорят Некоторые мужчины Просто с этим смирились Сейчас все женщины такие Готовить они тоже не хотят Они так и говорят Говорю тебе сразу Я не готовлю Не передумал Жениться на мне? Я не готовлю А что говорит мужчина? А я не работаю Не передумала Выходить замуж Я не работаю Ты должна знать Обо мне все Я не работаю Никакого Почтения Знаете, было даже время Когда к церковному зданию Относились С особым почтением Никто не курил На территории церкви Никто не ругался На территории церкви Далеко не все было Позволительно на территории церкви Вам бы сказали Не забывайся Ты в церкви А что теперь? Теперь вас не только Могут обругать В стенах церкви Кто-то занимается Сексом в здании церкви Кто-то продает Наркотики в здании церкви Больше не нужно Идти в дьявольский притон Они делают это Прямо здесь Они делают это Прямо здесь На территории церкви Почтение Так что же мы теперь видим? Мы видим общество без чести А что вы ожидаете от общества В котором нет уважения? Нищета Голод Бедность Незаслуженное проклятие Не исполнится Что значит почитать Бога? Далее мы узнаем Что значит почитать от прибытков Почитать Бога Слушайте Это значит Дать Ему власть Вы даете Богу власть Право повелевать Вот что такое власть Право повелевать Вы даете Богу власть Или право повелевать И вы послушны Ему Это почтение Почитать свою мать Почитать свою мать Это нечто большее Чем просто пригласить ее на ужин В среду вечером Почитать свою маму Значит давать своей матери Право Давать вам наставления А вы будете прислушиваться к ним Я послушен ей Даже если ей 90 И она не может дать мне подзатыльник Она моя мама Может я с ней не согласен Но я буду ее почитать Я даю ей право наставлять меня И я буду ей послушен Были люди Которые приходили к моей маме Чтобы она поговорила со мной И переубедила меня в чем-то Я очень рад Что она Рассудительная женщина Все 20 с чем-то лет Она отвечала людям Он будет делать то Что ему повелел Господь И я не буду ему мешать Но время от времени Моей маме удается убедить меня Делать то Что никто другой Никогда бы не заставил меня сделать Почему? Потому что я почитаю ее право Указывать мне И я послушен ей Почитать отцов своих Таким же образом Дайте им право наставлять вас И будьте им послушны Это единственная заповедь О которой Бог сказал Что ее невыполнение Может сократить вашу жизнь Это единственная заповедь Неисполнение которой Может сократить вашу жизнь Если вы будете проявлять неуважение Ваша вечная жизнь Зависит от того Насколько вы почитаете Бога Сколько благословений Сколько Слова Божьего вы слышите Все это будет зависеть от того Насколько вы дали Богу право Наставлять вас И насколько вы послушны Ему Многим христианам Очень трудно подчиняться Богу В наши времена Люди не хотят Чтобы ими Кто-то командовал Вы не хотите Чтобы кто-то указывал вам Как распоряжаться деньгами Говорите мне что угодно Но не смейте мне указывать Как распоряжаться деньгами Это мои деньги Бог спрашивает Дайте мне право Повелевать вашими финансами Я вижу что написано На лицах некоторых из вас Это неправильно пастор Я знаю что вы сейчас думаете Когда я сам впервые увидел это Я не раз рассказывал вам эту историю Мои дети постоянно говорят мне Пап Ты столько раз уже рассказывал нам эту историю Я повторяю чтобы вы лучше поняли Я спросил Бога Бог сколько ты хочешь Чтобы я пожертвовал сегодня Десять тысяч долларов Сатана я связываю тебя во имя Иисуса Бог не сказал бы мне отдать столько денег Я дал ему право повелевать мной Но когда он повелел Я не захотел слушаться И этот процесс продолжается Он говорит А я не слушаюсь Он говорит А я не слушаюсь А потом у меня проблемы И знаете почему? Чем меньше уважения Тем меньше благословений Чем меньше уважения Тем меньше благословений Следуйте Божьим наставлениям Как часто Бог говорил нам что-то сделать Даже что-то трудное Я не говорю о том Что вы и сами хотели сделать Не знаю как это в вашей жизни Но мне бывает трудно Когда с одной стороны На меня напирает дьявол А с другой Что-то трудное Просит Бог С одной стороны Строит козни дьявол А с другой Бог говорит Не забывай О безусловной любви А я не хочу любить безусловную любовью Мне хочется врезать кому-то хорошенько А он говорит Ты ведь уважаешь меня И ты дал мне право наставлять тебя Я говорю тебе Что в этой ситуации Ты должен переступить Через свои амбиции И проявить любовь Но это так трудно Это так трудно Но каков результат? Я хочу благословений А это значит Мне придется делать то трудное Что он просит Если это трудно Это не значит Что не нужно этого делать Разве это может быть Оправданием бездействия Я знаю что это правильно Но это трудно Разве это может быть Оправданием того Что вы не делаете этого Конечно в нашей жизни Бывают ситуации И обстоятельства В которых мы бы хотели Поступить эгоистично Потому что это принесло бы нам Удовлетворение Обиженные люди обижают Обиженные обижают Обиженный человек Не может принимать Правильные решения Бог говорит Сделай это Да Бог Я люблю тебя Я поклоняюсь тебя Я почитаю тебя А на небесах говорят Вот в этом он соврал Мы хотим выбраться из беды Но не даем Богу Власть Избавить Нас От беды Мы не даем Ему власти Чтобы избавить нас От беды Чтобы исцелить нас Чтобы избавить нас От долгов Мы не даем Ему власти И не нужно кричать Где же ты Боже Бог уже сказал Своё слово Исполните ли вы Его повеление Дадите ли вы Ему Право Повелевать вами И будете ли вы Послушны И он выбирает то Что вероятно Дороже всего для вас Ведь написано Где сокровища человека Там и сердце его Он говорит Мне нужно ваше сердце Потому я касаюсь того Что так близко Вашему сердцу Это не что иное Как ваши деньги Бог говорит Если вы будете верны По отношению К нечестивой мамоне Тогда он даст вам Истинные богатства Которые есть его помазание Бог даёт нам возможность Проявить верность Он говорит Вот что вы должны сделать Позвольте мне наставлять вас В отношении ваших денег Сможешь ли ты отдать На 50 долларов больше Чем ты обычно жертвуешь Да, Господи Спасибо И по мере того Как растёт почтение Растёт и благословение Ты можешь дать мне На 50 долларов больше Нет, Господи Не могу А разве ты не сказал Что почитаешь меня От своих прибытков Да, но это было На прошлой неделе А теперь мне пришёл Этот счёт Я знаю Что ты должен Оплатить этот счёт Поэтому я и прошу Тебя сейчас Ведь чем больше почтения Тем больше и благословения А мы ждём волшебства Мы ждём Что произойдёт Нечто волшебное Вы покупаете Лотерейные билеты Один за другим Вы ничего не выигрываете И ничего не выиграете О, я верю Господь поможет выиграть Некоторые приходят в церковь Чтобы послушать номера Каких стихов Я назову в этот день Например, я говорю 39.18 39.18 Или я говорю Глава 5 Или 44 Именно на эти номера Я и поставлю Как только выйду из церкви Сыграю Вы ждёте какого-то события А Бог желает Чтобы вы переходили От одного благословения К другому Но вы ждёте чудес Вы ждёте Когда ваш сын Станет богатым Или когда ваша дочь Закончит институт И станет врачом Вы ждёте события А Бог говорит Что не нужно ждать события Почитайте меня И я дам вам то Что можно получить Только от меня Я благословлю вас Растёт почтение Растёт и благословение А может быть Наша жизнь такая Какая есть Потому что Мы заслуживаем Такой жизни Или наоборот Вы удивлены Что всё сложилось Именно таким образом Может быть Мы проявили Неуважение к Богу Стараясь Почитать Людей Вы встаёте утром Идёте на работу Вы ставите будильник Чтобы не опоздать Вы следуете правилам И исполняете требования Чтобы получить зарплату А Бог не может Заставить Сделать первый шаг И вот пришли трудности Где ты, Боже А Бог говорит А где был ты сам Я ведь сказал тебе Что никогда не оставлю И не покину тебя Я был с тобой Я знал Что тебя ждёт беда Ещё тогда Я сказал тебе Сделать то Что предотвратило бы беду Но ты не исполнил И я сказал тебе Об этом ещё раз Но ты не слушал меня Я повторил ещё раз Но ты не хотел слушать меня Я говорил Но ты не слушал А теперь вы ищите волшебства Вы ищите успокоение Вы ищите чего-то Что успокоит вас В этот трудный момент Но этого не будет Пока вы не исполните того Что должны Друзья мои Это глупость Мы ждём Что всё вдруг изменится Само собой Но при этом Продолжаем делать то же самое Это глупость Чтобы увидеть Божье действие В эти последние времена Мы должны задать себе вопрос Почитаю ли я Бога Своими деньгами Или возможно Страх довёл меня До такого состояния Что я не только Не хочу слышать Что Бог Говорит мне о моих деньгах Но уже спланировал Как распорядиться Этими деньгами Вы отходите Отходит и он Уходит уважение Уходит и благословение Послушайте что он сказал Почитайте Господа От имения вашего В расширенном переводе Написано Капитала Заработанного Трудами вашими праведными И от начатков Всех прибытков ваших И наполнятся Житницы вашей До избытка Избыток Это слово Должно описывать Нашу жизнь сегодня И не потому Что происходит В правительстве Это слово Должно описывать Нашу жизнь сегодня Потому что Мы почитаем Господа Своими поступками Почитаем Его своим образом жизни Почитаем Его своими финансами Мы почитаем Бога всем О чем говорит Его слово А теперь мы приходим К чудесному слову Послушание Послушание Рождает Благословение Исайя 1 глава Если захотите Послушайтесь То будете Вкушать Благо земли Слово Божье Не изменилось Из-за того Что в мире Сейчас финансовый Кризис Мы должны Задуматься О том Что делаем мы Я знаю Как к этому Относится В некоторых Церквях Когда повсюду Финансовый Кризис Тебе хватает Наглости Указывать мне Как я должен Распоряжаться Своими деньгами Я только что Потерял свою работу Замолчите Гоните от себя Страх Ведь вы Ходите Верой А не Видением Держитесь Слово Провозглашайте Его постоянно Не будьте Духовными Слабаками Возьмите Себя В руки И скажите Себе Я буду Верить В это Слово И буду Насыщен Посреди Засухи Дьявол Нападает Сначала На ваши Финансы Потом На вашу Семью Потом На ваших Детей Потом На ваших Друзей Потом Он примется За ваши Планы Вы что Будете Сидеть И наблюдать Как он Разрушает Вашу Жизнь Мне Нравится Борьба Но Мне Нравится Только Та Борьба В которой Я Побеждаю Мне Не Нравится Бороться По Джентльменски Я Не Буду Говорить Повернись Помните Как Вестернах Повернись На Счет Три Стреляем Я Буду Делать Это В стиле Индианы Джонс Бах И Все Нет Времени На Ерунду Джентльменски Потому что Дьявол Нет Джентльмен Мы Христиане Если Вы Верите В Это Или Вы Притворялись Все Эти Годы Сейчас Когда Началось Отделение Овец От Козлов Мы Видим Кто Верит На Самом Деле А Кто Нет И Иисус Грядет И Он Грядет Раньше Чем Вы Ожидаете Почитайте Господа От Имения Своего И Начатков Прибытков Ваших И Наполнятся Житницы Ваши До Избытка И Точила Ваши Будут Переливаться Новым Вином Любая Победа Начинается С познания Божьего Слова Давайте Откроем Евангелие От Матфея 15 8 От Матфея 15 8 Кто-то Спросит А почему Деньги Послушайте Спасибо 8 Восьмой стих Приближаются Ко мне Люди Сии Устами Своими И Чтут Меня Языком Сердце Жи Их Далеко Отстоит От Меня Иисус Говорит Что Большинство Людей Почитает Бога Лишь Устами Господи Мы Почитаем Тебя Он Говорит Это Почитание Устами Он Говорит Что Это Ненастоящее Почитание Если Ваше Сердце Далеко В Евангелии От Матфея 15 8 Вы Почитаете Меня Устами Но Ваше Сердце Далеко От Меня Вот Почему Я Призываю Вас Без Почитание От Своего Имения Это Почитание Без Сердца А на Каком Основании Вы Говорите Это Пастор Откройте Матфея 6 Главу Матфея 6 Глава 21 стих 21 стих Прочитайте 21 стих Вместе Со Мной Готовы Читаем Ибо Где Сокровища Ваши Там Будет И Сердце Ваше Вы Знаете Первое Послание Тимофею Глава 6 стих 10 Давайте Откроем Ибо Корень Всех Зол Есть Сребролюбие Или Неправильное Отношение К деньгам Или Привязанность К деньгам Друзья Мои Не Привязывайтесь К вещам Привязывайтесь К Богу Вы Меня Понимаете Которому Предавшись Что Произошло Некоторые Уклонились От веры И Сами Себя Подвергли Многим Скорбям Люди Много Страдают Из-за Своей Привязанности К деньгам Вот Что Говорит Бог Я Ваш Источник Прислушайтесь К моему Голосу Дао Джонс Не должен Влиять На То Как Вам Распоряжаться Своими Деньгами А Мое Слово Должно Слушайте Меня Следуйте За Мной Повинуйтесь Мне Кто-то Скажет А Я Не Верю Тогда Не Делай Все Очень Просто Если Вы Не Хотите Видеть Результат Послушания Слову О чем Я Проповедую Не Следуйте Моему Учению И все Я Зол на пастора Я уйду из церкви Не делайте этого Делайте то что хотите Оставайтесь такими Какие вы есть сейчас Живите и умрите Когда придет ваше время Делайте что хотите Кто сказал Что вы обязаны Приходить сюда И исполнять то Что проповедуется Здесь из Божьего Слова Это ваше решение Вы люди Со свободной волей Никто не принуждает Вас к благословению Никто не заставляет Вас использовать Божье Слово В своей жизни Следуйте Своему мнению Состарьтесь И умрите И потом вы узнаете После того как умрете Что вам следовало Исполнять то Что написано В этой книге А я не буду Таким глупцом Мне хватает Ума Хотя бы попробовать Действительно ли Все так Как здесь написано Я не буду верить Тому Кто никогда Не избавлял Меня от беды Я буду верить Богу Вы делаете То что вы хотите А я знаю Что делать мне Мне нужно Повиноваться Богу Я буду Повиноваться Ему Даже когда Я не понимаю Чем все Закончится Я буду Повиноваться Ему Когда я не знаю К чему это приведет Я буду Я буду Подчиняться Ему Потому что Я должен Быть ему Послушен У меня 27 летний опыт В том Что бывает Когда я В своих действиях Руководствовался Лишь своим мнением Со временем Понимаешь Знаешь Приятель Это не работает Может быть Хоть в этот раз Последуешь Инструкции Знаете Что главное Во всем этом Вы можете Услышать Это от сотни Проповедников Вы можете Сами Прочитать Об этом Вы можете Пойти На ток-шоу И вы Услышите Как там Говорят Об этом Весь вечер И приходят К своим Собственным Умозаключениям Можно потратить Все свое время И все свои деньги На это А Бог говорит Я знаю Почему у них Ничего не получается Дьявол виноват Разве? Ведь он Ничего не может Сделать с вами Без вашего Разрешения Вам решать Кто будет В вашей жизни Бог или дьявол? Все зависит От вас Я не пытаюсь Заставить вас Сделать что-то Для меня Я призываю вас Приложить усилия Чтобы войти В его покой Потрудиться Из послушания Божьему слову Потрудиться Следуя этим Принципам Несмотря ни на что Если вы Это сможете Хотя ваши Обстоятельства Будут похожи На ад Вам будет Казаться Что вы На небесах Вы будете Спрашивать А что случилось? Все хорошо Всего хватает Почему? Потому что Вы в благословении Меня поражает Как интеллектуалы Пытаются поставить На научную основу Свои отношения С Богом Пожалуйста Объясните мне Пожалуйста Почему вода На пляже Доходит лишь До определенного места А потом Отступает назад Какой он умный Пожалуйста Объясните мне Почему И как Земля Вращается Вокруг Своей оси Умник Пожалуйста Объясните мне Как функционирует Солнце Объясните мне Объясните мне Почему Моби Дик Не выпрыгнет Из воды В ваш дом Чтобы Проглотить вас Расскажите мне Об этом Иногда Мы знаем Больше Чем Понимаем Это Опасно Это Опасно Потому что Вы много Знаете Но Понимаете Так Мало Вы Прошли Все Книги О браке Но Вы Никогда Не Состояли В Браке Вы Не Понимаете Что Такой Брак Сколько Бы Книг Вы Не Прошли Сколько Бы Книг Вы Не Прошли Сколько Бы Умных Советов Вы Не Могли Мне Дать Вы Не Будете Понимать Что Такой Брак До Тех Пор Пока Не Вступите В Брак То же Самое Со Служением Люди Говорят Что Понимают Что Такое Служение Вы Не Будете Понимать Что Такое Служение Пока Не Войдете В Служение Я Думаю Когда Мне Было 24 Года Я Принимал Глупые 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 Решения Потому Что Полагал Что Я Кое Что Знаю Я Кое Что Знаю Я Стану Величайшим Пастором В мире И Сделаю Всех Счастливыми Все Будут Любить Пастора Доллара Потому Что Я Сделаю Счастливыми